Здравствуйте! В эфире Спорт ТВ. Начнем выпуск с баскетбола. Курская Динамо стартовала в премьер-лиге с двух уверенных побед. В обоих встречах бело-голубым противостоял пересвет Юфу из Ростовской области. Первый матч между командами закончился разгромной победой Курянок со счетом 47-91. Начало второй встречи осталось за пересветом. Ростовские баскетболистки лидировали больше трех с половиной минут. Динамовки же обстреливали корзину соперниц дальними бросками. В стартовой четверти они забили шесть трехочковых. Во втором периоде Динамовки сразу улетели вперед. 14-2. Дела у них заладились и в защите, и в нападении. К большому перерыву дело практически было сделано. 43-24. Десять очков в первой половине встречи набрала Аделина Абайдурова. Передача на Байбуру, быстро атака. Один. Два в один вышли против Анастасии Максимовой. Третья десяти минутка получилась не очень результативной. Обе команды набрали всего 20 очков. Динамовка упрочила преимущество 57-30. Ольга Фролкина, 15-й номер. Заслуженный мастер спорта, серебряный призер олимпийских игр 3 на 3. Был с мячом, а вот уже Нико Барыч, средний бросок. В заключительной четверти курская бомбардировка из-за дуги продолжилась. Динамовка оформила разгром 91-44. Лучшим снайпером стала Евгения Фролкина. На ее счету 14 очков. Сразу пять игроков «Динамо» попали в расширенный список сборной России для подготовки к отборочным встречам Евробаскета 2023. 11 ноября состоится матч с командой Черногории. Через три дня противостоять нашим девушкам будут датчанки. Триумф на международной спортивной арене. Курянин Борис Комиссаров завоевал золото первенства мира по пауэрлифтингу. Престижные соревнования проходили в шведском городе Хальмстадт, куда съехались атлеты из 28 стран. Наш земляк установил сразу три мировых рекорда в жиме среди юниоров. Курянин стал лучшим во всех дисциплинах троебория. Особенно удачно проявил себя в жиме лежа. Каждый подход к снаряду завершался новым мировым рекордом. Последняя попытка оказалась самой результативной. Борис покорил штангу весом более 151 килограмма. Готовился к турниру Курянин со своим наставником Владимиром Григорьевым. Их связке уже 10 лет. Понимают друг друга с полуслова. В этот раз тренер не смог присутствовать на соревнованиях. Наблюдал за выступлением подопечного в интернете. На турнире Курянин завоевал целую россыпь медалей. И побил свой же мировой рекорд, который установил 4 года назад. Для меня это заключенный год вообще среди юниоров. Дальше только открытая взрослая группа. Поэтому хотелось все-таки выступление среди юниоров завершить именно первым местом. И рекордами даже хотелось на самом деле сумму еще больше собрать. Еще и в сумме мировой рекорд установить. Но на этом турнире не получилось. Но думаю еще не все потеряно. Несмотря на золото и мировой рекорд, у тренера остались замечания к спортсмену. Говорит, что Борис мог выступить еще лучше. Пока не хватает ему, если так можно сказать, выносливости на все соревнования. То есть третьему упражнению к тяге стану он как бы подходит. Или расслаблен уже, то что имеет преимущество. Или просто физически и моральных сил уже не хватает. Поэтому над этим нужно работать. Сейчас Борис готовится к первенству Европы среди юниоров. Турнир состоится через два месяца. А уже весной Курянин проверит свои силы во взрослом пауэрлифтинге. Следующий материал про еще одного богатыря курской земли. Виктор Кондратьев завоевал золото на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юниоров. Он стал сильнейшим в весовой категории до 96 килограммов. На этом фото Виктору 7 лет. Он впервые выиграл медаль на соревнованиях. Спустя годы усердных тренировок спортсмен оброс грудой мышц и стал настоящей звездой курской тяжелой атлетики. К первенству Европы подошел на пике формы. Однако морально было очень тяжело, признается парень. Перед стартом турнира испытывал невероятное нервное напряжение. Я старался как-то отойти от соревнований, не думать об этом. Но так тяжело это получалось. Когда получалось, что-то телефон взять, музыку включить. Я пришел за полчаса до взвешивания и нервяк вообще очень сильный был. Взвесился я, прикинулся. Было 5800, прошло минут 20-200 грамм сгорело просто так. Я просто сидел. Виктор прогнал гнетущие мысли, собрался и начал делать то, к чему шел всю жизнь. 165 килограммов в рывке вывели Курянина в группу лидеров. Самая напряженная борьба ждала впереди. После первого упражнения лидировал Армянин, и Витя проигрывал ему всего лишь один килограмм. Но уже тогда было ясно, что во втором упражнении Виктору наш силен, и что он даст им настоящий бой. Так все и произошло. Первая попытка в рывке. Курянин поднимает 195 килограммов, затем нагрузку увеличивают. Покоренный вес 202 килограмма, 367 по сумме двоеборья. Этот результат не только принес Курянину золото первенства Европы, но и стал его личным рекордом. Все, что я поднял на соревнованиях, это самые большие килограммы. На тренировках нигде не поднимал больше. Турнир проходил в финской Лапландии. Спортсмен отметил хорошую организацию соревнований. Атмосфера вообще шикарная, поддержка была вообще. Там были армянины сидели, поляки, финны. Финны очень хорошо поддерживали своих спортсменов. Но когда я выходил на третий подход, я там жест показал, чтобы поддержали. И все захлопали, вообще классно. Самое важное, что мы победили всех тех, кто не уважал доселе курскую тяжелую атлетику. И вот мы сейчас показали. И есть еще очень много мальчишек сейчас молодых, которые будут еще прославлять. Покруче Кондратьева. Я не обижаю спортсмена. После соревнований Курянин взял небольшую паузу в тренировках. Затем начнет готовиться к состязаниям на Кубок России. Турнир пройдет в Орле в конце зимы. Из Майкопа с бронзой. Курянка Дарья Грибанова заняла третье место на чемпионате России под дзюдо. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов со всей страны. Участие в чемпионате России для курянки – дебют во взрослом дзюдо. На турнире Дарья провела шесть встреч. Самой трудной стала схватка со спортсменкой из Якутии. В какой-то момент просто растерялась. Я в начале схватки показала, бросила одну оценку. И скорее всего просто расслабилась и тем самым допустила ошибку. Особенно за Дарью переживала ее тренер Ирина Баламутова. Связь у наставника со спортсменкой особая. За годы тренировок и соревнований у них сложились по-настоящему родственные отношения. Знаете, у меня каждое соревнование, у меня жара бросает и глаз дергается, как вам сказать. Я этого ребенка знаю, не знаю, с 11 лет, наверное. Я даже не знаю. Такое ощущение, что я ее рожала. Обидное поражение не выбило Дарью из клеи. На схватку за бронзу курянка вышла с невероятным настроем. Ей противостояла соперница из Брянска. Девушки уже не раз встречались на татаме. Важно было за третье место выиграть у нее. И Даша была настроена очень. Там по глазам было видно, кто выиграет и кто проиграет, если честно. Можно было посмотреть просто в глаза одной и второй и понять, кто будет победителем. А Даша была прям, она горела у нее. Глаза, она прям, не знаю, мне кажется, если бумажку подлазила, вспыхнула бы. Запредельная мотивация и уверенность в своих силах принесли курянке успех. Схватка закончилась убедительной победой Дарьи. Бронза чемпионата страны отправляется в Соловьиный край. Ну, лично я оценю достойный результат для себя. Конечно, есть к чему стремиться, всегда есть к чему стремиться. Но я считаю, что это соревнование пришло для меня успешно. Я выступила довольно хорошо. Если еще считать, что в Курской области давно не было медали с чемпионата России, в принципе, я довольна. Достижение нашей спортсменки отметил президент Международного фонда дзюдо Аркадий Ротенберг. Завоеванная медаль – показатель развития дзюдо в Курской области и нашей стране в целом. Уверен, что спортсменов и тренеров ожидает еще много ярких побед. Сейчас спортсменка взяла небольшую паузу в тренировках. Вскоре возобновит подготовку. Следующий крупный турнир – Кубок России. Соревнования стартуют 11 декабря в Грозном. Суставы больше не ломит и голова не болит. Все потому, что они ведут активный образ жизни и занимаются спортом. В Курске прошел заключительный этап областной спартакиады пенсионеров. На старт вышли больше 80 пожилых легкоатлетов, в том числе из отдаленных уголков нашего региона. Пробежка, разминка, растяжка. Перед стартом участницы из Хомутовского района обязательно разогреваются. Нина Залетова по профессии учитель. Заряжает спортивным настроением не только своих учеников, но и коллег. У нас одна девочка, она говорит, все, отлично занимается, а физкультура не хочет. Ну-ка, давай побежим, 60 метров, давай вместе. Кто вперед, давай, побежали. Второй раз смотрю, уже у нас директор, Анатолий Сергеевич, говорит, вы бегаете, давайте вместе. И мы. У нас школа, я сама в Хомутовке живу, а работаю в сельской школе там. И у нас там не очень много учеников. И надо показать пример. Кто-то тренируется в школе, а кто-то в чистом поле. Партнерша по команде Валентина Яковлева делится. Заниматься спортом можно в любую погоду. Я, например, бегаю 2-3 километра. Хожу с палочками. Иногда я бегаю. Ну, километр пройду с палками, 2 километра я бегу. Когда как бывает. Вот. Но это очень хорошо. Перед сном прогулочка на свежем воздухе. Команда из Щегров – серьезные соперники. Татьяна Берлизева – победитель предыдущего этапа. Отличилась в плавании. Говорит, спорт – лучшее лекарство от возрастных болезней. Даже болячки, хронические болезни все уходят. До пледка даже не будет нужна. Я еще сама и медик. А, вы как раз. Мушерка с красным дипломом. Жизнь крутая. У меня же двое правнуков. Правнук старший спортсмен в хоккейе в Питере. Всего на старт вышли участники из 22 районов области. Дистанций несколько. Для коротких и длинных забегов. Сегодня у нас 4 дистанции. Две дистанции женские, две дистанции мужские. Женщины бегут 60 метров и 400 метров. Мужчины бегут 100 метров и 800. Перед забегом пенсионеры соревновались в разных дисциплинах. Среди них плавание, стрельба, игра в дартс и шахматы. Победитель областной спартакиады примет участие во всероссийских стартах. Дата их проведения станет известна позже, пока в планы вмешалась пандемия. А на этом мы заканчиваем. С вами был Станислав Костиков. Смотрите Спорт-ТВ и болейте за наших. Редактор субтитров А.Семкин